друзья привет с вами леонид raptor тв сегодня мы вам расскажем про электросамокат он очень популярный в америке на нем просто не знаю как вот у нас dual trono да также там компания нами захватила американский рынок вот может нами burn и именно так он называется я честно говоря так и не понял а нам самокату как в америке популярны вроде как он американский не знаю какой он чей он по факту чей бренд ну собирается в китае пришла нам небольшая партия этих самокатов в продаже они есть в доступе есть тест-драйве тоже я до конца не знаю как это называется у них есть данными burn и е какой-то я вайпер еще что-то е макс е макс 2 не знаю вот честно врать не буду для них надо подготовился бы сказал я не знаю как называется эта модель знаю что это нами burn и е вайпер это или что-то не знаю короче давайте про самокат какого он класса он класса dual tron thunder dual tron ультра если сейчас мы рассматриваем наверное это все же си циба гепард рассматриваете либо panthera да вот недавно делали обзор они больше шире как бы колеса 12-дюймовые здесь все таки такой знаете как вот спортивный спортивный самокат он заточен именно под спорт у нее очень остро реагирует на поворот руля вот ну классно реально вот после него прямо только положительные эмоции от управления вождения если сравнить его с dual tron с тем же standard да там все standard 2 пошел standard 3 эти скоро будет у нас приедет чем он отличается подвеска это самое главное самое основное на мой взгляд на то есть если мы берем во первых здесь два амортизатора настраиваемые по жесткости и регулировки отскока вот все вы наверняка знаете да как dual tron и себя ведут тут посмотрите самокат нами но все но тут блин мне кажется даже тут ничего объяснять не надо он просто он настолько комфортно проходит все неровности что прям not супер и отличительная черта от всех классических самокатов которые сейчас есть на рынке это трубная рамная конструкция то есть мы видим да что просто тут я боюсь представить как происходят дела на заводе нами не делать просто там сотни сварщиков работы то что здесь все сварено не знаю сварено ли это вручную либо на каком-то оборудовании как как это все происходит них но здесь просто трубная рамная конструкция сваренная просто здесь смотрите куча всяких сварных швов если усилитель тоже варен короче самокат сантехника из труб взяли сделали каркас поместили туда батарею 72 вольта почти 40 ампер она и два мощных контроллера контроллеры синусные работают молниеносно никаких задержек но принципе нам сейчас нас это не удивляет все сейчас фирмы переходят кроме ультрон ультрон что-то запаздывает да там контроллер обновили сделали а б то есть новый взаимозаменяемые курок оставили мс668 которую также по-прежнему тупит нажимаешь полсекунды проходит поехали газ кинул он тебе еще полсекунды тяга не обрубается здесь этого нет нажал он сразу погнал то есть тут приятно это приятно то есть когда знаете не с чем сравнивать то до ультрон супер класс но когда ты уже попробуешь что-то те есть чем сравнить ты понимаешь на что а чё так можно было вот это из этой серии принципе циба тоже сейчас все все перешли на вот эти вот современные или на современную электронику тоже силосный контроллер никаких задержек если в отличие от дуал трона ты есть вот этот гул на низких оборотах тормозные диски в резонанс входят побрянкивать начинают здесь нет беззвучно нажал и полетел дальше что мы видим какие еще отличительные особенности от тех же самокатов которые сейчас присутствуют на рынке здесь уже четырех поршневые тормоза тормоза логан не знаю что это за фирма я раньше с ними не сталкивался ничего не могу сказать хорошие или плохие ну тормозят хорошо и даже здесь контроллеры так настроена они чем-то мне напоминает mini motors вы я сейчас ехал сюда вот на территорию роден приехали солнышко садится почти успели доснять до темно знаете полный заряд чуть прижимаешь тормоз и все равно рекуперация помогает тебе останавливать этот довольно таки массивный самокат он не зачастую здесь его но порядка там под 50 он весит то есть многие контроллеры такие как вот на си циб их там не знаю на чем еще на ультрона когда полный заряд рекуперация не работают здесь она работает ну каким-то образом это реализовано четырех поршневые тормоза и из тех самокатов которые сейчас серийно продаются на рынке я встречал только на dual tron x limited хотя самокаты сейчас все под сотню едут я считаю что их надо везде ставить четырех поршневые мощные в общем поехали дальше друзья помимо ну тормоза сказали трубная конструкция подвеска у нас получается маятникового типа да сзади маятник спереди с крыльями здесь конечно же в угоду эстетики и какого-то модного дизайна такие здесь хагер отсекатель здесь какой-то кусочек но мы понимаем да что в дождливую погоду вы будете ездить полностью в дерьмище все все будет лететь есть много вопросов насчет от этого всего открытой конструкции вот мы видим это батареи да мы наблюдаем что здесь есть светодиодная подсветка сейчас я вам кстати включу покажу как это реализовано как прикольно кстати все это реализовано смотрите включаем поворот то есть но друзья вот сейчас я могу сказать что вот вот сзади даже видно видно вот если например сзади вас кто-то будет ехать мы видим что самокат поворачивает направо это реально заметно все то что есть на других конкурентов да когда вот такой маленький стопак и 10 сантиметровый в длину у него либо здесь моргает либо здесь и пойми водитель дальше у меня стоп-сигнал с поворотниками встроенными да водитель часто автомобили едет и всматривается в такую 10 сантиметровую херню левее ли там что-то моргает или правее никто вас не увидит не обольщайтесь друзья вот вот это решение да я согласен что это ну блин это классно это классно это очень информативно давайте посмотрим по свету фара точно такая же как стоит на суроне суроновская родная фара вот сюда и в корячий руль неразборный отключить полный привод и насколько я понял здесь возможным не предоставляется то есть смотреть я вам сейчас покажу как отключается то есть вот у нас мы выключили все то есть соответственно здесь никаких меток никаких замков зажигания ни ключей ничего нет любой человек подошел нажал кнопку power все самокат ожил показывает трип что у нас кстати вот буквы м мы переключаем смотрим вот смотрите показывает что у нас горит свет сейчас мы отключаем все свет погас и показывает индикатор поворота включаем на право поворот моргает на право ну блин то есть все здесь какая единая экосистема да то есть все работает в совокупности сигнал классический и дальше что у нас какие еще и обозначение есть обозначение максимальная скорость что-то range он должен по идее высчитать насколько хватает оставшегося заряда на сколько километров больше я чего-то здесь честно говоря вот скорость вижу скорость пробег все классическое гриппса без всяких поддержек но они с фиксацией то есть за они затянуты и не буду вас прокручиваться дальше друзья демпфер самокат спортивный быстрый демпфер идет уже в комплекте надо конечно понимать что демпфер ограничивает поворот руля то есть вот это максимум что я смог вывернуть в левую сторону в правую ну примерно то же самое плюс-минус кому демпфер не нужен просто его не ставим рулевая палка карбоновая и она знаете как сделано интересно здесь один диаметр а ближе к верху она идет на утончение вот как так кстати по поводу вот этой штуки за нее реально удобно браться то есть мы можем самокат перенести и на нее удобно на нее дом стоит как упор да то есть вот мы видим сколько у царите мои 44 45 размер ноги то есть одна нога у меня здесь вот одна рядышком то есть еще у меня есть место блин я считаю что удобно реально и он смотрится как так вот гармонично так скажем этот угол наклона и классно мне понравилось сделали в каждой оси мотор колеса нарезали резьбу и у такие штучки одеваются колпачки и закручиваются то есть здесь никак у dual tron of не как не знаю где еще на многих самокатов принципе делают резиновые колпачки там пластиковые одеваются но они могут потеряться здесь этого не случится потому что просто тупо вы их прикручиваете ну еще кстати а порты заряда смотрите с подпружиненный здесь очень интересная история здесь также у нас получается мы видим что такой уступчик то есть не перепутаешь только в одном положении можно порт заряда вот ну как бы с штекера зарядки воткнуть и всего два разъема плюс-минус то есть здесь не как стандартный да вы еще плакают этот тройной разъем и он подпружиненный то есть он раз и закрылся по высоте руля на моем росте метр семьдесят восемь мне очень комфортно то есть если мы сравниваем с тем же dual tron а я опять же я объективно говорю да там что вижу то говорю просто от мои ощущения мне комфортно с таким рулем у dual tron чуть пониже всегда хочется ставить вставку дом плюс 5 сантиметров такие бывают вот я еду смотрите сейчас вот такие чуть-чуть полусогнутые у меня локти то есть не на вытянутый а вот ну вот как надо ну и что предлагаю сейчас как раз у нас уже вечер суббота я сейчас замерю посмотрю как он по динамике замерю 060 но 060 я сделаю в отдельный обзор чтобы у нас не путаться помимо попробуем сейчас максимальную скорость блин конечно честно говоря стремно стоя разгоняться демпфер на всю затяну попробую будем надеюсь что все будет хорошо я буду постепенно прибавлять темп потому что я не знаю как этот самокат себя ведет как он насчет в облинга как он я знаю там что кто-то я не видел таких роликов но честно говоря и не занимался их поиском возможно что существуют такие видео по 140 на них разгонялся в общем друзья сейчас попробуем как он себя ведет 060 сделаем воткнем это в отдельный обзор что путаницы не было и разберем разумеется посмотрим мотор посмотрим батареи посмотрим контроллеры потому что здесь честно говоря как-то вот ну давайте вот откровенно что у нас у нас тут вот здесь чуть-чуть а маркировка так чё там написано то 72 вольта 40 ампер 120 килограмм выдерживает и вроде как 51 килограмм вес написано так что баба вот бёрн е макс вот так называется этот самокат бёрн е макс есть у него серийный номер это тоже неплохо чё это какая-то на герметика герметика здесь мы видим что у нас получается батарея вот они два контроллера вот они один контроллер он второй контроллер сигнал на таком лютом разъеме да ну конечно не влагозащищенный ну вот взял вот ну и все вот получается все вот вся электроника крышку батарейного отсека снимем посмотрим что же там внутри но я поехал за экипировкой друзья и на замеры делайте ставки сколько он поедет 060 и какая у него будет максималка не переключаемся все друзья еду на замер максимальной скорости если вы заметили то у меня стоит уже фонарь феникс потому что родная фара мы сейчас снимали 060 завер родная фара я на полном заряде от тормозился и она у меня то ли от рекуперации то ли не знаю от чего в общем просто она отрубилась боковые подсветки работают сейчас я вам покажу можно до упаковые все работают чтоб сигналы работают а фары не может что-то с парой может не знаешь очень 060 мы замерили это все у нас в отдельном обзоре вы удивитесь как он едет ну и сейчас хочу максималка попробовать надо нам прежде всего попробовать насколько он стабилен я хоть пробовал но хочу вам показать до чтобы так у нас по gps 44 портового компьютера 49 но знаете вы почти почти один к одному показываю блин честно говоря руль карбоновый ну хреном узнает такую конечно к этому надо это надо привыкнуть морально то что у тебя руль не алюминиевый не стальной там такой ну ну вроде прочный вроде прочный задняя нога у меня сейчас на упоре ну как задняя нога нога которая сзади деки она у меня на упоре очень комфортно себя чувствую смотрю свет сзади машина хочет обогнать не честно говоря что-то мне страшновато как-то он вроде и стабильно едет с максимум 70 нас получилось вроде он как-то друзья и стабильный ей но что-то я не готов с таким экспериментом просто стоя замерять самокат мне честно страшно стоишь как парус все приехал я на место старта под затяну демпфер друзья чтобы точно нет это очень сильно надо сейчас руль стал наливной давайте попробуем честно вам скажу не буду прям давить до усерва что прям вот вот сколько выгну ну да скольких-то разгонусь и буду смотреть вот ситуация ситуация давайте погнали а как процент В принципе, все вы видели сами 87 км в час Сначала было страшно, потому что раз-раз Смотри, устойчивость на дороге ведет себя Нажал до конца До 87, друзья, получилось развить Максималку По ощущениям Лично по моим Максималка здесь будет порядка 100 км в час Не больше Не больше точно Но может быть даже и 100 не будет 95-97 То есть я вроде 87 Но еще бы секунд 5-10 Позволила бы прямая Честно вам скажу 100+, или как 130 Как кто-то мне говорил Здесь близко не будет Ну, сейчас Ну, кстати, вот Говоришь, что демпфер, демпфер нужен Вот сейчас разогнались И ехать просто в обычной В повседневной жизни Крайне неудобно Я его просто убираю Потому что невозможно, друзья Вот сейчас этот руль у меня стал куртиться Ну и, соответственно Скорость, вот этот режим Секса Убираем Пусть будет Не знаю, что это за СПОРТ А что, что до ИКС Ну, в общем Делаем его Не таким бодрым Чтобы я доехал до базы Потому что Блин, ну, реально Очень злой По динамике Прям с места подхвата Сумасшедшим В общем, 87 Получилось разогнаться На самокате Он мега стабильный Никакого даже намека На воблинг Газ скинул Также сохраняет Траекторию движения Ну, никаких отклонений Ничего Мне понравился самокат Действительно Он классный Он очень динамичный Как он едет 0.60 В отдельном нашем видео Посмотрите Я думаю Вам понравится Его динамика разгона Теперь давайте, друзья С максималкой определились Вес мы сейчас замерим Извесим его По технической части Батарея Как она Кстати, как она Закреплена Непонятно Прикручена Да, она Я вижу, что она Прикручена снизу Батарея В герметичном Алюминиевом корпусе На ней мы можем Увидеть 38,4 Ач 73,8 В Номинальное напряжение Очень странный Какой-то вольтаж Обычно Всегда это 72 А тут 73,8 Непонятно По поводу всей коммутации Мы видим, что здесь Минимальное количество разъемов Все они Герметичные Даже, вот смотрите Идет разъем Питания от батареи На контроллер Соединяется проводами 10 АВГ И на каждый контроллер Идет Блин Так легко его Я уже честно Открывал эту историю Там мощнейший Предохранитель Стоит На 50 Ампер Один контроллер Защищен Второй Контроллеры Установлены Ну, как Так скажем Не установлены Прикручены К днищу Самоката Через термопасту Пасту Тремя винтами Конфигурация контроллера Очень похожа На Dualtron На Mini Motors Но он Внутри Полностью Залит Смотрите Компаунд Все То есть Его можно в воду Окунуть Он будет работать Для чего Это сделано Защита контроллера Тут что Все открыто Влага попадает На контроллеры Попадает На батарею Благо Здесь все Герметично Соответственно Этому Самоката Гидроизоляция Не нужна Единственное Только Можно Покрыть Моторы Лаком Сейчас До моторов Мы Дойдем Еще В общем Тут у нас Получается DC Преобразователь Напряжения Я так понимаю Все на Герметичных Разъемах И два Контроллера Один Контроллер Написано 4000A Другой 4000B Что такое Эти 4000 Я Понятия Не имею Но Соответственно B Контроллер Это управляющий Задний А контроллер Это передний То есть Они Не взаимозаменяемы Это мы Уже по маркировке Понимаем И Хочется Узнать Сколько же Они ампер А не то Что они Синусные Это понятно А поскольку Они ампер Я Понять Не могу По моим Ощущениям Они Ампер По 70 Вот Примерно Так Ей Тут Самокаты С аналогичными Характеристиками 72 вольта Где-то По 60 По 70 А Они едут Примерно Так же Как Нами Берн Поехали По моторам Друзья Вот мы Видим Что Ширина Магнитов Здесь 6 см Моторчики Чистенькие Ржавчины Никакой Никакой Нет Но Они Однозначно Ничем Не покрыты Кстати Задний мотор Смотрим На разъеме Такой вот разъем То есть Что нам это дает Это нам дает Простоту Обслуживания Отстегнул И занимайся Но я не хочу Сказать Что Он какой-то Кристально чистый Или что Здесь уже намек На ржавчину На коррозию Имеется Соответственно Надо это все Зачищать Покрывать лаком И тогда у вас Самокат Будет уже Полностью Подготовлен Соответственно Моторы покрыты Контроллеры залиты Батарея Герметичная Ну и разумеется Моторы Эти с датчиками Хова Вот Такая вот Техническая Составляющая Этого самоката По поводу Сигнала Я уже Показывал Очень интересное Решение Такой разъем И соответственно В трубной Конструкции Которая полностью Собрана С алюминия Я еще Когда замерял 0,60 Думал Куда бы Драги Примагнитить Нет Здесь нет Стальных Деталей Вообще Он полностью Алюминиевый И соответственно Рулевая У него Из карбона И в этой Алюминиевых Трубах В этом каркасе Нарезана Резьба Вот мы даже Можем видеть Что все болты Здесь которые Прикручивались Они Остатки синего Фиксатора То есть По поводу Качества Сборки И вообще Всего Самоката В целом Конечно Оно на высоте Тормоза Площадь колодок Похожа На Магуру Чуть-чуть Больше Чем Нутовские Выкручивать Их Снимать Сравнивать Не буду Не хочу Маркировки На амортизаторе Никакой Нет Какая там Жесткая Спружина Непонятно Но есть Соответственно Регулировка Отскока Что Вот это У нас Такое Ну-ка А вот Видите Кстати Вот Косяки Вижу Говорю Смотрите Люфт Что за Люфт Люфт У нас Ушки Вот Мы видим Что Это Друзья Ненормально О чем Это Говорит Это Говорит О том Что Китайцы Проморгали Размеры Соответственно Здесь Люфтит Немножко Ну-ка Снизу Попробуй Снизу Снизу Тоже Чуть Диаметр Этого Болта И диаметр Внутренней Ушка Амортизатора Немного Отличается Соответственно Да Это Не критично Но Когда Такой Присутствует Люфт Он Со временем Разобьет Посадочное Место Амортизатора Придется Амортизатора Но Когда Это Будет Непонятно Может Через Две Тысячи Через Три Через Пять Ездить Можно Кстати Спереди Давайте Посмотрим Такая Же История Или Нет Тоже Самая История Вы Смотрите Все Абсолютно Так же В общем Косяки Всегда Где-то В той Или Иной Степени Присутствуют Зато Это Аморт Смотрите Какая Здесь Не видно Было Когда Он Стоял Брызговик Он Аморт Защищает Он Не Столь Защищает Вашу Спинну Сколько Амортизатор Вот Он Прям До Самого Низа И По поводу Стоп-сигнала Тоже Тут Момент Есть Лента Так Сделана Но Настроена Здесь Вот эта Часть Загорается Красным Когда Поворот Включаешь Второй Контур Бегает Поворотники Плюс Белая Подсветка Тоже Загорается То есть Тут Все Рассчитано Все Продумано Несмотря На то Что Нет Явных Стоп-сигналов Которых На Крыле Бывает Здесь Это Все Реализовано Через Вот Эти Светодиодные Полосы Ну Давайте Друзья Взвесим Посмотрим Сколько Этот Кабанчик Весит И Хочу Вас Всех Пригласить На тест Драйв Попробовать Приехать Прокатиться Потому Что Самокат Это Действительно Самокат Спортивный Чтобы Ездить На максимальных Режимах На нем Как я Сейчас Пробовал На режим Икс Вам Потребуется Ну Вам Вождение И владение Такими Быстрыми Самокатами Потому Что Если Вы Ездили Только На прокатных Покупаете Такой И Поехали Может Очень Плохо Все Закончится Потому Что Действительно Нужны Определенные Навыки Ну Все Друзья Взвешиваем Надеюсь Будет Видно Я Вам А Все Более